Надо, чтобы тон провалился обязательно. Вот, подрезаем брови. Ты согласна на то, что тебе подрезали брови? Вот прямо сейчас подрезают. Можно я вас еще покручу? Да, давайте. У меня не припудрили лицо, поэтому я блещу и салфеточкой пользуюсь. Она забыла, она хотела сделать пудру, это она просто забыла. Позорище. Не могу слышать. Пороли, пороли здесь, так и не вуприли. Эти грустные глаза. Всем хай! Сегодня с Лианой мы пошли в два разных салона. Вернее, она пошла в салон красоты, а я пошла к мастерам на Дому, к мастерам из ТикТока. Так, это оно еще существовало. Наши мастера и подход к макияжу оказались не то, чтобы разными, они оказались буквально людьми из двух разных категорий, и у них получился даже, знаете, как бы это сказать, закадровый, как будто бы спорт. Потому что мой мастер говорил одно, а я визажистка говорил другое, и это было супер-мега смешно, потому что, когда я монтировала, было достаточно мемно, что один говорит, вот я там не понимаю, когда наносят слишком мало определенного средства. В то же время я визажистка не понимаю людей, которые наносят слишком много определенного средства. В общем, ребят, усаживайтесь поудобнее и поехали. Меня, кстати, Лиса зовут. Вон, опаздываю немножко. Мне не написали, ну, не как выделиться он снаружи, не как его найти, не как его пройти. Ничегошеньки. Но сейчас будем пытаться это сделать сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на макияж. Извините за опоздание. Можете проходить. А, все супер. Здравствуйте. Лиана. Марина. Очень приятно. Так выглядит макияж, который Лиана захотела сделать. Фотосессия? Вечером с подругой идем в какой-то ресторан. То есть мы прямо так вот украсим себя ярко, да? Да, ярко, да. Можем вообще с вами сделать какие-то серии цвета. Ну, какие-то неоновые, но если есть такие подводки. Ну, тогда все. Когда я говорила, что наши визажисты будут максимально разные, я не преувеличила. Она была Дракулара. Да, это мой визажист. Это Дракулара. И будет делать мне образ Фрэнки. Так, в общем, я пришла на проверку трэш-салона, а вот мой трэш-визажист. Моего мастера зовут Егор. И, возможно, у вас сложится впечатление, что мы виделись уже миллион лет и вообще хороша. На самом деле, нет. Мы виделись первый раз. Но так вышло, что Егор это мой подписчик. Он даже снимал очень много видео под мой первый трэк. Кстати, второй тоже уже вышел. Это 0,5 вы вместе помещаетесь. Ой, простите. Ну, если честно, то другое даже не ожидалось. Сколько бы мы ни готовились... Ты реально не влезаешь в камеру, если снимать не 0,5. Зачем ты кинул в меня... Я повстала ресницы своей какой-то... Может быть, ты возьмешь? А, в общем... Самые внимательные знают, что вместе с Лианой мы уже выкладывали фрагмент этого видео, где красили ее. Но момент со мной был отложен вот впредь, прям для сегодняшнего дня. И я надеюсь, что ваше ожидание было не зря. Ну, а кому интересно, как накрасили Лиану в том видео, вы можете посмотреть видео, которое я оставлю вам в описании. Ну, или вот здесь вот сбоку оно будет. Потому что там, конечно, та еще история была, да. Обычно я никогда не вижу, как на машину реагируют. А тут ты можешь наблюдать. Я могу наблюдать, это прикольно. Позорище. Не могу слышать. Пароли, пароли здесь, так и не буду про них. Настроение заказать себе много новой косметики. Относительно недавно я делала себе заказ косметики с интернет-магазина, который называется Парфюм Лидер. Вот он там у меня на экране. И вы знаете, мне очень сильно понравилось делать заказ этого магазина, потому что у них огромный выбор буквально всего. И поэтому я подумала, решила, что сегодня будет самый отличный вариант показать вам этот сайт, чтобы вы тоже знали, откуда заказывать можно косметику. Потому что вот. Здесь есть просто безумно огромное количество всевозможных брендов. Вот я вот сейчас листаю их в алфавитном порядке, и экран просто не заканчивается. Подождите, вам не очень хорошо видно. Так явно видно гораздо лучше. Давайте что-нибудь закажем. Макияж. Возьмем какие-нибудь тени. Это мы возьмем... А это что? Это мы тоже возьмем. Я даже не видела эту палетку. Обалдеть. Это же труп невесты палетка. Конечно, мы это тоже возьмем. Я говорю, что здесь выбора очень много. При этом достаточно много косметики, которая, знаете, ну, не та, которую ты находишь вообще буквально везде. Потому что очень много коллабораций, очень много прикольных штук. Действительно, что мне здесь очень нравится, это то, что здесь очень много нишевой парфюмерии. Просто смотрите. Ну, какая же красота. Можно отсортировать по деньгам, и будет прям класс. Очень много селективного парфюма. Конечно же, 100% все это оригинал, это даже не обсуждается. Ну-ка, интересно. Есть отдельная даже секция товара из Азии, называется. Давайте посмотрим. И здесь прям огромное количество классных штук будет. Масочки, пилинги, средства для умывания, гидрофилка. Очень-очень много всего. Давайте возьмем вот это. И вот это. Конечно же, помимо декоративной косметики, здесь очень много уходовой. Есть все, и очень удобно то, что рассортировано не просто, знаете, как бы сортировка, там, не знаю, средства по уходу за лицом, а рассортирована прям вот мицеллярная вода. И сразу попадаешь на секцию, где вон наш 99 товаров, выбираешь мицеллярку, которая тебе нравится в любом сегменте, который тебе будет комфортен по твоему карману. Круто, что еще есть возможность здесь оформить заказ во всей России. Это очень удобно. А еще науклетам предоставляют скидки в размере 500 рублей. Вам нужно просто ввести купон, который называется First, при оформлении заказа. А для жителей Москвы можно получить еще дополнительную скидку в целых 5%. Если вы из Москвы, вам нужно просто оформить самовывоз заказа. Адрес для заказа я оставляю вам в описании под видео. Подготовка к макияжу. Можно я вас еще покручу? Да, давайте. Сейчас я просто мицеллярные пройду, потому что у нас сегменты пиляются. А мицеллярка же ее нужно смывать. По-хорошему, да. Но так как у нас, к сожалению, эта процедура такая, которая... Мы ее, скажем так, размягчаем потом тоником. Но после этого наносим тоник. Ну, нет и против, если я вам чуть-чуть подсчитаю гробки. Нет. Здесь на переносице и здесь... Ну, только главное их не делать уже. Ну, то есть оставить ширину, да, только потому что все лишнее. Да, лишнее. Вообще, мне больно. Ну, хорошо. Она сама по себе немножко приподнята. Мне бы по-хорошему вот эти бы волоски тоже буквально вот эти 2-3 убрать. Так выглядит соло визажиста в салоне, куда пошла Алиана. А вот как все выглядело у меня. Ребята, милашки, что-то нам даже купили. Да, для образов. Купили сережки для образов. Все для тебя. Страза. Все для тебя. Спонжики. Чигавы даже спонжки новые купили. Чигавы подготовились, милашки. Так, смотрите, какой элитный салон получается. Вот тут спонжи прям самые новые. Достают прям при тебе. Консилер новейший. Консилер с бирками. Лореаль. Кстати, самый лучший. Все, начинаю красть. Вот новый спонж. Да ты продолжай. Восторг. Мы сразу решили, что мой образ будет очень ярким, очень выделяющимся. Поэтому у нас получается очень яркое покрытие. Достаточно плотный слой тона. Но при этом, если обратите внимание, то он нанесен очень хорошо. Потому что, ну, он выглядит как вот вторая кожа. Супер идеально. Как будто, знаете, на лице какой-то фильтр. Много консилера. И потом, что мне было очень интересно. Потому что я обычно не пользуюсь такой техникой. Офигеть, как супер-мега много бейкинга. Которого вы увидите сейчас дальше. Ну, для меня, мне просто пару раз было, когда я делала макияж. Что после этого у меня были жуткие высыпания на лице. Потому что, видимо, кисти были не очень хорошо промытые. Или, может, продукты. Смотрите. У меня все кисти. Все чистые. Просто переживаю. Потому что это потом очень долго лечится. Я знаю, знакомы с косметологами. Открываю маски наверх. Лен, смотрите. Я почему-то думаю, что на этом моменте вы должны были понять, что... Ладно, неважно. Смотрите видео до конца. Сразу скажу, я не люблю, когда на лице много косметики. Это создает эффект маски. Да, тоже не люблю. Я стараюсь прям все по минимальному добавлять. Вот, ну, глаза давайте, ну, делать прям я. Я отличный планетона. Планетоны, да, я тоже не люблю. Поэтому я прям, ну, вот, буквально чуть-чуть их наношу. Потом уже все равно в любом случае мы, конечно, будем и тон добавлять. И мне надо, чтобы тон провалился обязательно. Он должен провалиться. Что имею в виду под словом провалился? Поры. Ну, любой тон, он проваливается в поры. Это как? Вот это прям очень интересно будет. Так. Погнали. Ну, политика, конечно же, Кейт Ван Ди, да, она хороша. Ну, кстати, поспите за полторы тысячи. Фига, тебе повезло, посмотрите на него. За счет того, что все равно у тебя лицо не такое же белое, как пудра. Конечно. То, что я себе вот так провел уже, у тебя нос почти уменьшится. Но я сейчас еще сделаю, подрежу. Давай. Чтоб, ну, прям, все. Не знаю, я не понимаю вот людей, которые наносят там чуть-чуть тональничка. Ну, капельку, да? Да. Кажется, я не люблю, когда на лице много косметики. Какие-то создают эффект маски. На самом деле, мне немного не понравилась вот эта вот трактовка от мастера Ляны, которая постоянно напоминала о том, что она не любит много косметики, что она не будет использовать пудру, потому что, ну, блин, к тебе пришел клиент для какого-то события, он хочет фотки делать. И когда мы приходим к визажисту, мы не хотим легкий макияж, который мы можем с вами пальцами сделать. Ну, возможно, я не права, но мне кажется, достаточно странно говорить клиенту, который пришел с полностью макияженным референсом, и говорить ему, что, типа, ну, тон мы такой сделаем полупрозрачный, а пудру не будем, потому что все это западает в поры, типа, что... И когда я нанесу его, мне надо, чтобы еще прошло минут 10, я посмотрю, насколько он провалится в поры. Если он сильно провалится, мы дальше уже будем думать по поводу пудры, потому что пудра, она утяжеляет самую финальную основу и проваливает ее еще глубже. То есть иногда, зачастую, я не добавляю пудру. Как нам делать контринг носа, чтобы он казался маленьким? Секси. Они как, они обычно делают две вот эти вот ужасные черные полосы по бокам, и в итоге у тебя вместо носа буду их четыре больше, да. Мы нанесем консилер. Пусть будет, да. То есть, ну, просто я говорю еще раз, и потом. Сразу это не видно, но часа через два, через три, во-первых, эффект маски, потому что пудра, у нее пигментация есть своя, и вот эта пигментированность, она утяжеляет ее, способствует тому, что он проваливается еще сильнее. Ну, я просто сразу говорю, не люблю, когда много косметики, чтобы была маска на лице. Не надо, чтобы человек все-таки себя хорошо чувствовал вольготно. Ну что ж, каждому свое, но странно, от визажиста такое слышать, конечно. Ты рисуешь брови серые, да? Обычно серые, да, делаю. Ну, это у нее то же самое. Ну, отлично. У нее серые брови. У нее же шелк вот тут вот рисунок. Я попробую тоже как-то его реализовать. Уверена, у тебя все получится. Ой, да, сразу видно, это твоя любимая реально палетка. Вот, подрезаем брови. Согласна на то, что тебе подрезали брови? Вот прямо сейчас подрезают, пока ты не видишь. Да я не верю тебе, подожди, я посмотрю. Их реально подрезают прямо сейчас. Да не буду. О, господи! Вот так вот. Блин, хайп-оу, слышу, под бровями я никогда пудру не использую. Где все тут копали? Ну, вот как только ты написала нам. У вас все, да? Она по сториз видела, что вы там что-то понеслось. Да, она полетела просто в магазин. Не только в магазин, а и в девочках. В костной барахолке, вот это все, да, по классике? Класс. Вот у меня реально неироничный вопрос. Почему ребята, которые не являются профессиональными визажистами, зная о том, что приедет клиент, а отправились в магазины, купили все, что им будет необходимо для того, чтобы точно повторить образ, чтобы не было такого ой, а знаете, а вот вы хотели голубые тени, а у нас нет голубых тени. Почему реально мастера, которые берут кучу денег, заранее не могут ознакомиться с референсом, пойти, блин, в магазин что-то докупить или написать клиенту, вы знаете, вы хотите макияж в сиреневом цвете, а у нас нет сиреневого цвета, или я не умею работать с сиреневым цветом, и тогда ни у кого не было бы проблем. Ни у клиентов, ни у визажистов, но нет. Раз на раз мы вечно сталкиваемся с такой ситуацией, что ты кидаешь референс, всем на него похер, и вот только единственные ребята, которые косплееры, они почему-то решили озадачиться, чтобы наверняка все было. Интересно, почему? Девочки, я таких девочек нашел. Блин, пипец красиво. Потом мне начали делать макияж, который могла бы в теории носить Фрэнки в реальной жизни. Мы не придерживались канона того, как это должно выглядеть в мультике, а именно как бы это выглядело в реале, чтобы она была такая панк-девчуля. Интересно, что получится. Ой, да, слушай, и цвет такой классный. Реснички наращивали, да? Потому что наш макияж предполагает такие хорошие реснички. Не наращивала, да? Мы ходили с наращенными ресничками? Ну, давно. А почему вы спросили? У меня плохие ресницы? Нет, я сейчас объясню, почему я спрашиваю. Потому что, когда я начинаю клеить реснички пучками, многим девочкам... А, нет, я обожаю ресницы пучками, мне так нравится потом в конце дня, когда я снимаю, я такая... Я люблю. Ну, их лучше распарить. Да? Да, да. Ну, прямо вот глаза делаем точно не скромные. То есть, прямо вот ярко, красиво. Если в плане тона мы с вами сошлись, то да, его лучше немного, то на глазах лучше точно не скромничать. Давайте я буду делать, потом цвет мы всегда успеем добавить, нежели я сделаю. Он скажет, ой... Посмотрите на мои волосы, я вам никогда не скажу перебор. Это, получается, если мы в 13.30 начали, то где-то мы закончим? В 15.30, да, Саня? Хорошо. Конечно, мы не могли обойтись без вопроса, а кто ваш караж в Геншине? Я на Тартаде. А, какой, милая? Ну, она по дизайну увеличена. А, ты же комиксовая, помню. Да, 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 да. Какой милая, реально очень клевая. О, ты вип. Что за вип? Фартук. У меня фартук. Ой, тут как будто два пальца таки. Пол. Так, сейчас мне будут рисовать каким-то таким вот неонимым штукенциям. О-о-о. Посмотрим, что будет. Красиво. Ой, да, зеленый реально очень красиво получается. То есть, сейчас мы добавляем вот такой цвет коричневый. Не вижу его из-за теней. Да, отлично. Такой и уже потихонечку начинаем переходить в черный. Если будет необходимость, добавлю между черным. Хорошо. Такой. Окей. Былается что они цвета красивые. Здорово, что пока всем нравится. Вовремя взяли телефон. Потому что я сейчас уже хочу добавлять черный. Если мы сверимся по макияжу, там внизу проходит маленькая граница, вот видите, черного. Да, да, да. И сверху тоже стрелка. И черный проходит вот тут получается. Да, да, да. То есть, смотрите, вот эту границу. Сейчас, секундочку. Давайте. Полностью вот отсюда я вам поведу черный. Вот так аккуратно. Здесь посильнее чуть-чуть. Без проблем. Потом мы закроем глазки. И я вот это все дело вам буду вычищать консилером. Окей. Окей, хорошо. Да, все хорошо. Все, теперь я вычищаю нижнюю. Саму тушевочку там просто не совсем видно на фото. Сейчас покажу. Смотрите, здесь можем оставить тушевку, а можем прям вычистить ее, чтобы она была графичная такая, яркая. Вы имеете в виду вот по этой складочке ее довести? Да, 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 да. То есть, либо мы ее вычищаем. Она не будет настолько растушевана. То есть, у нас начнется макияж прям с черного. Либо мы чуть-чуть ее оставляем. Будет переход коричневого. Все, поменяла глаза. Теперь у меня один зеленый, другой синий. Если честно, конечно, это такой макияж, который я бы сама себе не сделала, потому что это не мой стиль. Но в этом как бы и был прикол, чтобы повторить что-то супер странное и необычное. И, как мне кажется, получилось. Но даже на этом этапе просто офигительно круто. Ну, типа, реально это круто просто выглядит. Ну, слушай, уже как бы картинка такая интересная. В плане, смотрите, мы можем ее поднять еще выше. Границу черного? Да, да. Или оставить так, как есть. Нет, оставить так, как есть, хорошо. Все, насыщенность оставляем. Ну, можно ярче, но точно не блиннее. Ярче, да, ярче отлично. Вот они предложили нам не чай, не кофе, не предложили ничего. Вот, иди, как попросила. Как будто бы, знаете, мне кажется, что теперь хочется сделать более черной верхнюю стрелку. По низу, может, даже чуть ли не подводкой такой пройтись черной. Подводкой? Ну, откройте фотографию, там у нее прям такая тоненькая черная линия. Ну, я бы еще сделала поярче черную, но пока можно оставить. Окей. Да, давайте пока оставить. Да, давайте. Не, оно очень классно, конечно. Да, давайте немножко чуть-чуть подстрем, а то мне кажется, темновато получилось. Что именно? Брови. Брови? Да, ну, начало точно. Брови подстирали. Да, да, начало броков, потому что они у меня в целом довольно темные. Конечно, было долго, но долго это было только из-за того, что мастер делая любой штрих, каждый раз меня спрашивает, вам нравится, вам окей, посмотрите, все ли нравится. Если бы я этого не делала, то было бы, конечно, намного быстрее. Я прям эти слова очень запомнила и действительно. То, что вы опоздаете на 10 минут, может, никто не вспомнит, а вот это может броситься в глазки. Не, ну, по факту, когда я увидела косметику, которую делала Лиане, макияж, я прям даже прониклась, потому что сделать такой косметикой, такой макияж, который в итоге у нее получится, это, я вам честно скажу, это мастерство. Вот не иронично, это реально круто, но косметику бы хотелось, конечно, видеть, ну, чуть более профессиональную. Образ Лианы из этого дня уже есть на канале в прошлом видео. Ну, собственно, вот, вот он наш монстр, монстр хай, монстр хай, лагуна плиз, пожалуйста, умоляю. Собственно, вот они собрались, профессионалки, количество четырех штук. Ну что, ребята, оценивайте наш потрясающий макияж, потрясающий макияж у ребят, я считаю, что это просто о-ры-в, вот. А сейчас мы едем танцевать какие-то... Возьмем! Я вам результаты наших образов, напишите, какой вам нравится больше, но, внимание, прежде чем вы оцените образы, досмотрите это видео до конца. Вот обязательно прямо до самого конца, потому что без этого нельзя оценить макияж, просто запрещено. Я, короче, смыла макияж, смыла тон, я увидела, что у меня начались какие-то прыщики на носу, вот, вылез такой, гнойный прыщичек, и я думаю, я смыла тон, и я смыла тон, и прошлась своим тоником, а тоник у меня такой, типа, с антисептиком, вот. И вот такая вот штука на лице. Такого никогда не было, когда я прихожу с этим тоником, все нормально, ну, типа, что это такое, господи! И снизу тоже красное. Обожаю!